приветствую вас друзья в этом видео поговорим с вами про патч 128 стартовал общий тест и вышла новость подробностями что нас ждет в этом патче насколько я помню кажется он 24 июля выходит точно не помню где я это видел в общем целом в конце месяца ждем в патче 128 мы будем праздновать день рождения мир танков и тут написано что мы будем праздновать день рождения на гоночной трассе хорошо что на гоночной они просто у трассы на картинке мы видим 4 гонщиков на 4 разных колесных танчиках и у них еще и разные параметры максимальной скорости разгон управляемость время перезарядки а также устойчивость интересно в этих машинках есть баланс или все как обычно если посчитать эти полосочки которые возле параметра нарисованы зеленые то у нас есть танк у которого 9 полосок есть танчик у которого 10 полосочек и танчик у которого 11 полосочек таких 2 но даже по полосочкам издалека если посмотреть уже видно сбалансировано не удивлюсь если все будут кататься на одном и том же посмотрим будет ли вариативность в этом режиме или нет но мы можем вспомнить какой-нибудь стальной охотник в котором из-за дисбаланса все катались на одном танке в рандоме у нас тоже из-за дисбаланса в каждом бою можно видеть одни и те же самые сильные танки в общем и целом а чего еще можно ждать а ждать мы можем только одно новые особые контейнеры вот это реально интересно в рамках общего теста вам будут начислены праздничные контейнеры с абсолютно новой механикой открытия вот здесь они потрудились на славу контейнеры можно открыть с помощью специального ключа или отмычки то есть мы теперь еще и какие-то воришки с отмычкой стоим на трассе гоночной отмечаем день рождения картина составлена идеально ключи гарантированно открывают контейнеры отмычки открывают контейнер с вероятностью 10 процентов шанс есть что она может сломаться у меня психика скоро сломается от этих контейнеров от их количество и от всех этих механик отмычки и ключи можно получить за выполнение особых боевых задач а также ключи можно купить во внутрь игровом магазине это все очень интересно а контейнеры где взять тут сказано про новую механику ключей у нас есть ключ который можно получить либо купить есть отмычки которые можно за задачу получать а коробки только покупать или как то есть получается мы покупаем коробки а также еще у нас есть отмычки которые мы получаем за задание и ключи которые тоже либо покупаем ключи открывает коробку стопудово отмычки с вероятностью 10 процентов получается из 100 отмычек 10 отмычек откроют невероятный шанс то есть на день рождения мир танков мы будем сидеть этими отмычками ковырять коробку я считаю это прекрасно что внутри в контейнерах можно найти прием технику дни прям аккаунта учебные материалы свободный опыт кредиты и личные резервы элементы внешнего вида и отмычки но самое непонятное коробки будут за задание где-то давать или нет или их только покупать это непонятно и самое прикольное что в коробках есть шанс что выпадет отмычка то есть смотрите прикол если мы донатный донатер берем коробку за денежки и берем ключи за денежки открываем и получаем отмычки которые выпадают с 10 процентным шансом чтобы нахерах интересно можно ли будет их потом куда-нибудь обменять запихнуть продать или они будут как в прошлых некоторых событиях просто складироваться миллионами ради ничего допустим как на новый год когда вы уже все собрали все там что надо получили у вас осколки просто собирались чтобы собираться неужели у нас эти отмычки если мы донатный донатер тоже будет собираться чтобы собираться также тут есть еще какие-то стиле декальки и надписи с шансом 25 процентов со стопроцентным шансом у нас резервы и со стопроцентным шансом дни премы брошюрки серебро от 100000 до 500000 свободка от 5000 до 10000 а также бумажечки для переобучения экипажа ну и два процента что выпадут прям танки все они восьмого уровня какие танчики у нас коробках будут объект 274 а опять его уже сколько раз везде пихали chrysler kt 77 тоже часто мелькает во всяких этих turtle 1 который убрали из трейды на мной его получили я думаю что он не так уж кому-то сейчас нужен именно в большей массе но я думаю такие люди найдутся но перед тем как его убрать из трейды на я думаю кто хотел его взяли но вот еще раз дают возможность также skoda t27 который почему-то не апнули а ветку стэшек апнули 50тп прототип торнваген и миль 1951 в общем что мы здесь видим старое старье который миллион миллиардов раз можно было уже получить некоторые из этих танков можно было получить из контейнеров новогодних некоторые танки можно было получить бесплатно в линии фронта некоторые танки можно было получить и в трейды не и на черных пятницах и эти танки можно было уже очень много раз получить это прям реальное старье и теперь давайте подумаем а для кого эти контейнеры сделаны на день рождения если тут ничего нового нет если в игре в основном играют люди которые уже давно в ней основной костяк играют уже очень давно и у них очень много боев а многие из этих танков можно было получить то там то тут а для кого это тогда сделанность тут вообще ничего не то что нового даже свежего танка нет тут прям танки которые покрылись уже толстенным слоем пыли мне эти контейнеры не интересны вообще ничем максимум сколько я буду открывать контейнеров это те которые могут выпасть бесплатно и будут выпадать еще какие-то бесплатные ключи там или отмычки если же контейнеры бесплатно не будут нигде даваться то я их вообще не буду открывать поскольку у меня все эти танки есть причем они у меня есть уже много-много лет вот эти все перечисленные танчики у меня уже есть минимум года два если не три абсолютно все потому что это нереальное старье да я согласен что тут есть танчик который сильный целый один turtel mk1 он после апа нереальный он в турнирах всегда на первом месте его часто берут но он тоже старый его можно бы много раз получить и ладно как по мне контейнеры полная туфта а механика с отмычками но глупостями какими-то разработчики занимаются потом удивляются почему у них не получается создать вот этот вот эффект ожидания событий ожидания контейнеров желание брать покупать так вы просто такие странные механики добавляете такие душные по наполнению коробки настолько всраты некоторые ивенты на получение танчиков допустим масленица и вот этот вот на vz 111 модель 6 где ты танк берешь в два раза дороже а попутно тебе дают какой-то мусор и у тебя нет ощущения что ты окупился по деньгам когда ты все это получаешь увы получилось очень легко сделать этот эффект поскольку когда ты все это получаешь у тебя есть ощущение что ты ушел в плюс поскольку на те деньги которые ты потратил ты получаешь столько же золота а все остальное идет в плюс все вот эти вот расходнички там декальки стиле там вот этот весь шлак вот весь мусор там серебро и остальная фигня это все идет сверху а вишенка на торте это какой-то там танк и тогда танкист доволен а не то что ты наоборот в два раза дороже ему продаешь какой-то посредственный танк а тот мусор который ты ему дал в нем вообще нет ощущения что ты окупился ведь что-то интересное получил и ты сидишь с грустным лицом и откуда у тебя появится вот этот вот ощущение которое разрабы хотят каждый раз появляются ощущения с привкусом что что-то не так и никто такое ожидать не захочет и вот я очередной раз вижу контейнеры с этим самым привкусом и отмычки какие-то у которых точно такой же привкус как и у контейнеров как и у контейнеров до этого как и у некоторых событий до этого и опять тоже самое какая-то жадность наблюдается я этого не понимаю мне это не нравится причем это день рождения для танкистов которые уже много лет играют это же не день рождения для тех кто не играет или тех кто только пришел и они вообще не типа что это за игра а как отмечать и праздновать день рождения когда в контейнере такое старье еще и с таким привкусом каких-то там отмычек также нас ждет еще праздничный ангар я так понимаю праздничный ангар это комната танкиста с компьютером с полочками со столом где там всякие штучки интересные лежат в общем выглядит необычно посмотрим как она там живой выглядит тогда и будем решать так вроде бы прикольно плюс тут есть еще пасхалки тут есть у нас на пасхалках календарь и где обведены некоторые даты август 12 август 15 также у нас есть еще октябрь 12 ну и январь 22 это у нас релиз танков 11 уровня причем здесь некоторые даты обведены а вот октябрь 12 здесь подчеркнуто что нас там ждет непонятно в августе 12 15 это чё у нас день рождения мир танков наверное я точно не помню там даты октябрь 12 число это наверное что-то там снова у нас будет хэллоуин там наверное возможно режим какой-то воффентрагер еще режим с воффентрагером осенью когда-то должен быть ну и январь 22 это релиз 11 уровня какая-то такая вот пасхалка у нас с календарем также боевой пропуск красная фурия это . я уже прошлый раз показывал я так понимаю это красная фурия стартует у нас в начале сентября точнее патч у нас вроде как что-то там 11 или 12 сентября а красная фурия как будто бы стартует на недельки две раньше или на неделю раньше я так понимаю это будет марафон что ли на него в общем посмотрим также нас еще ждет в патче 128 ранговые бои на девятках в награде там мелькает фиолетовая компоновка короче хирота редкостная идем дальше ребаланс ттх в стальном охотнике тоже пив ну и ребаланс танков тэпси 4 1 образец а поют к в 4 кттс м46 по танк эр нерфят йоха 10 уровня нерфят колесную стэшку британскую седьмого дайвола концепт номер 5 и супер коня польскую восьмерку девятку а поют добавляют turbo режим итальянскую ветку рина черон ты апают седьмого по десятый уровень ирина черон ты будет очень серьезным танком но и в конце у нас ребаланс карты монастырь или переделка карты монастырь добавили там кучу проездов добавили мост я думаю что бои на карте монастырь ускориться поскольку будет больше возможностей и вариантов куда-то заехать и на кому-то навалить урона это конечно сделает бои бодрее здесь более интересными но и более быстрыми также анарка дню танкиста у нас старый который уже мы много раз видели в принципе все вот такой вот патч 128 пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока